всем привет с вами канал трипология звука и есть новости по поводу пленочного с к 100 сейчас вам расскажу что происходило что нового какие особенности что было с прибором и так далее как вы помните в последний раз когда я собирал прибор то есть я занимался покраской после этого его собрал и нужно было соответственно все по проверить в каком вообще он техническом состоянии при первом включении выяснилось что мотор крутит соответственно звука как сказать не было звук был не было реверберации соответственно есть история какая в этом приборе есть два независимых канала то есть один канал обрабатывают микрофоны правая часть здесь и 2 гитару и эми то есть орган там или еще что-то и в лентопротяжном механизме вернее в блоке головок соответственно есть два канала то есть это стереотракт и один канал из отвечает соответственно за левую часть 2 заправа как я уже говорил звук был то есть вот эти тракты именно без реверберации до работали то есть то есть сигнал который входил усиливался и шел на выход была только проблема у меня с левым трактом но там 157 уд 2 была в общем умершие надо через раз работала свистела и я в общем ее заменил и все заработало то есть у меня в итоге получилось два тракта работающих поставил на правую часть вывел вернее два разъема вывел не так как они были расположены ранее потому что раньше все было как с левой стороны два входа органный и для гитары педаль и выход этой стороны то есть слева находился выход левого блока и соответственно тут два входа под микрофоны и выход микрофонный сделано это было так почему комплект ска 100 он включал в себя блок эффектов два усилителя и две колонки и соответственно слева был один усилитель справа был второй усилитель монофских два монофских усилителя и одна колонка была для гитары и органа вторая колонка для микрофонов вот такая вот история независимая вот сейчас когда я уже выяснил что да это стерео прибор со стерео трактом полноценным я решил все-таки два выхода расположить отдельными разъемами справа и будет у меня еще стерео джек который для того чтобы подключать уже стерео сигнал до одним проводом то есть все все выходы у меня в общем в общем будут скомпонованы справа а входы слева помимо родных входов я еще потом добавлю кое-что я вам расскажу но давайте по порядку соответственно то есть входы выходы работали как правой так левой части все крутилось но ничего не звучало немножко поковырявшись там нашел я один обрыв который был и появилась эхо только на правом канале и только один звук то есть здесь стоит три головки воспроизведения и одна записывающая но стирающие я не учитываю то есть был звук только со средней головки вот я стал разбираться почему так происходило здесь вот есть блок кнопок кнопок кстати 4 на самом деле работает из этих кнопок только 3 каждая кнопка соответствует включению той или иной головки там немножко замороченная такая кстати схема соединения этих кнопок я пока разобрался вообще как она там работает себе голову сломал а дело в том что кнопки в общем включают выключают вернее последовать даже не так когда кнопка отжата головка заглушена и вот эти две головки соединены последовательно если нажаты первые две кнопки соответственно когда мы сжимаем и тумблер работает только одна головка то есть по факту ну понятно что при нажатой первой кнопки работает первая голова при нажатой 1 2 1 2 и так далее и если например с центра джатту работают крайние то есть она вот это переключение здесь именно организовано вот этими кнопками например в ревербераторе эхо там каждый канал отдельно регулятором регулируются громкость и так далее здесь такого нет здесь можно просто включать одно две или три головки ну и либо какие-то комбинации их выходы с этих почему так происходит выходы которые включены кнопками соединенные до потом попадают на стереоусилитель который расположен здесь же на лента протяжным механизмами и собственно усиливается и дальше примешивается к общему сигналу который идет в аудиотракте итак какие были симптомы сейчас включаешь первую головку гудения в тракте включаешь вторую головку работает эта головка на один только правый канал то есть там где микрофон и включаешь третью головка гудения только тише чем первое здесь очень сильно будет здесь потише включаешь их вместе и гудение и прорывается сигнал со второй головки то есть вот такие были симптомы вначале я думал что сломан один канал на усилители то есть правый гудит левый нет что-то с этим связано смотрел думал может быть перепутал где-то емкости кстати одну емкость все-таки перепутал но она никак не влияла на эту проблему потом додумался отпаять я вообще головки от усилителя и оказалось что усилитель полностью работоспособны как левый так и правый канал тогда я понял что где-то происходит история с переключением то есть где-то что-то неправильно коммутируется либо каратит как на корпусе кстати оказалось там некоторые не то что напряжение но не корпус то есть какое-то не знаю может от двигателя я не разобрался но в общем когда землю усилителя соединяешь с корпусом да то появлялась как раз таки вот такое некоторое гудение я подумал что окей значит где-то возможно что-то перетерлась и каратит на корпус и при включении определенной кнопки то есть это происходит где-то больше где-то меньше прозвонив все цепи а это оказалось не так просто потому что они там закоммутированы хитро мудро да и еще нужно вычислить я какой провод то есть вроде как все оказалось целым в общем промучиваешься там два вечера в поисках я еще думал может где-то еще какая-то причина но я понимал что где-то в верхней где-то в верхней части проблема то есть где-то с головками с коммутации и вот под конец второго вечера я наконец-то догадался прозвонить головки в этом приборе стоят вот такие головки называют называются они 6d 24 0 51 выглядит вот так залито чем-то катушка да с этой стороны выглядит вот так здесь это это насколько я понимаю универсальные головки здесь они стояли везде и на запись и на воспроизведение одна и та же головка то есть четыре головки 6d 24 0 51 каково же мое было удивление когда три головки из четырех были в обрыве я удивился очень сильно потому что это воспроизводящие головки то есть на них не подается ничего никакого напряжения да даже на запис и даже на записывающую головку толком там ничего кроме подмагничивания не подается но записывающий хорошо возможно что-то там произошло может коротонула я думал что может как-то что-то действительно коротонула так что попала на головки большое питание и не сгорели но как бы все остальное целое усилитель целый все платы целый то есть этого не могло произойти когда я понял что проблема в головках то есть я заказал 6 головок разных они шли там одним лотом просто продавались и там были головки с разных бобинных магнитофонов часть вот таких была еще головка похожая очень на ту которая стоит веска только там индекс в конце другой не только индекс 6 2 24 там 101 по моему вот она вот пришло мне 6 головок тут сейчас лежит три перед вами потому что остальные я уже установил и самое интересное то что вот эта головка 6 d24 101 она не паянная пришла то есть ее видно что никто не паял она была прям запакована в такую пергаментную бумагу то есть запасов и каково же мое было удивление когда вот эта головка условно никогда не устанавливающийся на магнитофон тоже была нерабочая я не знаю в чем причина если кто-то знает но это очень похоже на наши армянские конденсаторы на тем третью это на тем вторую микросхему которая в электронике 04 которая постоянно загнивает но есть подозрение что это какая-то бракованная серия головок то есть но не может такого быть что на одном из к 100 мертвы три головы и приехавшие вообще от другого человека не ран ни разу не устанавливаешься головка подобного типа точно также была мертва то выборка головок который я купил очень показательно потому что там было шесть головок и в общем то одинаковые были только две то есть 333 было маяковских одна такая универсальная одна там другая и одна вот такая в общем смысл в том что мне очень повезло что я купил скажем так мне было удобно купить сразу шесть головок у одного человека чем заказывать по одной в разных местах да но мне очень повезло что я купил благо не точно такие же я вначале хотела найти именно такие же головы а решил взять просто с любого катушечного магнитофона потому что я посмотрел в принципе по характеристикам эти головки нормальные подходят или даже превосходят вот те которые стояли стояли на самом с к и мне повезло потому что и я сейчас уже очень бы побоялся брать точно такие же головы головы потому что есть большая вероятность что они будут и рабочими я не знаю какая причина и работоспособности этих головок производственный брак или что но у меня сейчас практически стойкое ощущение что вот эти головы они склонны я даже не знаю это обрывы или что мне есть предположение что возможно что-то внутри гниет катушка сама да хотя это очень странно учитывая что она залита и так далее то есть но я не знаю чему здесь сломаться как бы но она в обрыве то есть ни одна из из катушек не звонится и самый интересный момент потом уже разобравшись заменив головы считывания да у меня все равно не заработал левый канал и как потом оказалось универсальная головка которая тоже вот такая в ней одна катушка была рабочая а вторая нет какая-то мистика если честно мне не понятно то есть если у кого есть опыт работы с вот этими головами скажите действительно ли они дохнут так но очень странно что в моем приборе три мертвых головы и приехала подобная головка и она тоже не рабочие у меня сейчас на из к 100 осталась одна вот такая головка та которая изначально была рабочая но я на всякий случай мне есть вот без запасных я практически уверен что она тоже выйдет из строя не непонятно по какой причине но вот так на текущий момент с к практически полностью восстановлен у него правда ролик скачет то есть это слышно и по звуку и это слышно по биением воспроизведений но но дилей задержку делают все три головки работают считывает на обоих каналах следующие чем я занимался это проверял идею можно ли не вмешиваясь в схему получить полноценный стерео тракт потому что в принципе как бы есть два канала усиления два канала записи и логически казалось что можно просто внедрившись в некоторых местах схему получить нормальный не линейный стерео вход для записи оказалось это не так потому что схемы усилителя записи для канала микрофонов и канала соответственно эми они различаются и достаточно кардинально и там среднюю точку это общую найти нельзя получается что чтобы реализовать то что я хочу мне нужно сделать некий единый одинаковый усилитель стерео усилитель записи в принципе вроде как сложности с этим не возникает то есть нужно выбрать схему развести собрать как бы подключить и все и будет параллельно с работой всех блоков еще дополнительная плата которая обеспечит одинаковое усиление правого и левого канала и она в принципе интегрируется не слове не сложно то есть нужно просто собрать усилитель записи с двумя полноценными одинаковыми каналами и тогда на этом приборе еще добавится два входа как раз таки на вот эти усилители что даст возможность делать очень интересные комбинации то есть например делать долгую цепочку когда входит например сигнал на левый канал и выход левого входит на правый канал и тогда у нас получится 66 соответственно задержка на 6 головок либо как-то по-хитрому либо просто стерео использовать да как стерео дилей тоже интересный вариант либо еще какие-то варианты то есть как разрыв включать в общем эта идея мне нравится то есть это что полноценный стереотракт и это вообще великолепно и замечательно по самому риску у меня сейчас работает практически все я не проверял фуз и еще там есть какая-то у меня проблема с вибрато он постоянно светодиод вибрато постоянно светится скорее всего либо мульти вибратор не работает либо работает на слишком большой частоте я еще не разбирался это уже мелочи что мне осталось сделать разъемы как я уже упоминал справа у меня будут строго выходы в данном случае это левый и правый и будет еще стерео выход вот здесь стерео джек а с правой соответственно части у меня будут только входы я туда и выведу все входы которые были разъем педали я заглушу он не нужен и и пользоваться им я никогда не буду тут соответственно есть мне четыре гнезда и эти четыре гнезда займут соответственно микрофонный первый микрофонный второй вход гитарный и эми органный и скорее всего дополнительно мне придется еще выстрелить два отверстия под независимые входы на тот усилитель записи которые я соберу отдельно соответственно в принципе вот такая идея ничего вроде как невозможного нет все получается то что я вижу меня радует пока не знаю что делать с роликом то есть либо нужно искать новый ролик который будет не будет прыгать хотя меня это совершенно не пугает я уже вам не раз говорил что все вот такие дефекты нелинейности звука перегрузы так далее меня в общем особо не волнуют это добавляет некоторые такой харизмы к звуку потом мне еще предстоит отстроить запись и головки чтобы они максимально там воспроизводили нужный диапазон возможные которые не могут воспроизводить и в принципе еще предстоит там финальная сборка установка ручек я уже заменил тумблеры как питание так и тот который на педаль хотя хороший вопрос вообще зачем тумблер на педаль если педали нет но как-то не хочется там оставлять пустое место может быть я на этот тумблер выведу хита не знаю еще другие элементы управления если что-то буду добавлять на текущий момент все надеюсь скоро соберусь мыслями собрать для него усилитель записи очень мне нравится тейп дилей вот этот звук фидбэка сатурация пленки не знаю насколько хорошо звучит тракт с к 100 данного в то есть в эхо у меня там германиевые транзисторы здесь кремнии микросхемы но думаю звук тоже должен быть достаточно интересным все до новых встреч с вами был канал трипология звука